Это Володя Пащенко. Свой дом ремонтирует. Козырек делает над входной дверью. Только сейчас позвонил, человек звонит и голос как знакомый. Поздравляет с днем рождения. Я говорю, так а что же, у меня 10 дней назад уже было. А у меня записано 20-го. Я говорю, где вы находитесь-то? Думаю, в Америке у меня знакомый. Да в Барнауле. Я уж тогда напрямую спросил, а кто вы? А он говорит, Песоцкий. Главный банкир Алтайского края Владимир Филимонович. Управляющий Сбербанка СССР или РСФСР. Как назвать, не знаешь. Сейчас на пенсию пошел. Рассказал, болел. Операцию в Германии делали. Но я говорю, давайте до конца договорим, тогда раз уже встретились. По-честному только. Открыто скажите, что вам мешает приехать к нам в гости? Ну, давай ссылайся на дачу или где-то. Я говорю, вы знаете, что мы от вас никакой корысти не ищем. Да я знаю, то, что вы делаете, это подвижничество. Ну, вот вы на месте все увидите. Приглашение остается в силе. Мы с ним, кажется, ровесники. Что-то долго не вижу, где Никита. Пойду гляну. Сегодня у нас 20 июня. Поздравительные меня. Вот это мы снаружи идем. Вот они. Где, где Никита? А он, вон он, где идет. А вот машина едет. И кто там за рулем? Ну, очень даже похоже, что батюшка. А там наш Никита идет с Ваней. Там двое ребятишек. Тарасия и, видать, Коля. Вот так. Сегодня. Так, голубятня моя. Сейчас я полезу. С голубятни сниму. Нет, давай сюда. Моя сейчас. Вот сюда заверните. После обеда отвезете остатки. Туда отвезите ее, поверните туда, чтобы накладывать можно было. Ты, Ваня, бери этих хлопцев и бегом на огород. Хорошо. На Саманный. Все, отпускайте. Никита сам отвезет. Все трое. Уходите, бегом. Пошел. Так. Пошел кедалоги. Ничего не надо. Три поклона и пошел. Спросите, благословите и пошел. Благословляйте. Бог помощь. Храни вас Господь. Бегом, Коля, не отставай от них. Там полоть будет, чтобы жалобы не было. Коль, догоняйте. Кто не работает, тот не будет у нас есть. Они это знают. Только бегом бегать. Бегом. Ваня работник настоящий. О. Перед входом. Белый голубь и черный. Белая голубка за него замуж, видно, вышла. Обихаживает как. Ну, оба хохлатые. Трава по пояс. Еще дольше ждут. Давай, доделаю тут быстрее. Это клен тут. Росоколоберезок. Березки тут не подойдешь. В прошлом году давай отпиливать с Володей. Отпилили сучки. Дом стало видно. А тут жил человек. Сазил березки. Они выросли у него. Кажется, 12 березок вот эти. И он все время недоволен. Кто-то ему что-то не доплатил. А это мои березки. Я приеду и спилю. Уехал в другую деревню. Он приедет и спилит. О как. Пусть его как-никак не ждал, то приходится теперь березки караули защищать, чтобы не спилили. Это клен рядом. Рост с него все собрали. Вот так, Леша. С домом возятся мужики. Видно, нанятая бригада. А он сам внизу что-то делает. А это приехали из Киргизии. Наши знакомые, племянник. Это его жена и малышка. Я говорю, что ж не приходит. Вон она. А две дочки уже на огороде тут пошли. А теперь тут Никита. Вот у него голубятня на последнем. Не выпускаю пока голубей. Боюсь. Это у Володи. Дом бедосестры затопили. И печь русская и такая. Я тут хожу. Показать вокруг. Вот какая травища. Все это убрали. Ой, ой, ой. Вот столб около колодца закопали. Кривой. Разницы нет. Электричество, чтобы туда не по земле провод, а туда. От Никиты там. Это вчера мы заложили душ, попросили сделать. Из кривых, из каких, все делается. Перебрал, из плохих досок можно собрать. Хорошие оставить. Покажите. Продолжение следует...